Продолжаем разговор. Покажу вам одну помаду, в которую я просто влюбилась. Купила себе на весну непосредственно. И, по-моему, нет, это не новая линейка. По-моему, сейчас у Maybelline есть линейка, она называется Vivids, или что-то в этом роде. Очень яркие такие, тоже насыщенные цвета. Этот цвет, по-моему, из основной линейки, потому что у него колпачок. Обычный. У тех, по-моему, яркие такие неоновые колпачки. Цвет называется 825 Fruit Punch. Купила я его по трем причинам. Во-первых, я хотела такой цвет себе на весну. Во-вторых, я хотела попробовать, наконец-то, помады Maybelline. Верьте или нет, у меня нет ни одной помады от Maybelline. И, а в-третьих, он был на 50% скидке. Что, как всегда, конечно же, приятно. И я просто влюбилась в этот цвет. Он не такой тёплый, как вот помада Penny Arcade от Tarantino, а он именно такой розово-коралловый. И в нём обалденный совершенно, великолепный шиммер. Она вся светится и переливается на губах. Это просто что-то с чем-то. Безумно мне понравилась эта помада. Именно вот с ощущением на весну, на лето. Я, в общем, в каком-то просто диком восторге. Не знаю, насколько она сушит губы или нет. Я ещё её не носила. Но вот сам цвет, и так как он... Вот я один раз просто намазала так, чисто для затеста дома. Очень мне понравилось. Очень-очень всем советую. Опять 825 Fruit Punch. Если вы ищете какой-то такой приятный коралловый цвет на весну, советую вам обратить на него внимание. Он не слишком ядовитый, он не слишком розовый, не слишком жёлтый такой, не слишком тёплый. То есть он как раз вот такой идеальный коралловый, красно-коралловый какой-то вот вообще просто офигительный цвет. И ещё один цвет, который я купила себе на весну, это такой яркий-яркий маково-красный. Это цвет от Milani. Опять же, было несколько причин, почему я купила именно этот цвет. Это Lip Flash. Я всегда... Ну, не всегда, скажем так. Я давно уже хотела попробовать вот эти карандаши от Milani. Как вы заметили, я вообще сейчас подсела на карандаши для губ. Такие вот толстенькие. И это такой вот ядрёный цвет. Он по сам по себе светло-красный, но он отливает розовым. В нём такие вот блёстки есть, которые отливают розовым. Он аж неоновый какой-то. В общем, очень будет интересно попробовать этот карандашик им попользоваться. Ещё одна причина, потому что он был на какой-то безумной скидке. Я купила его, по-моему, за 1 доллар. То есть, для меня это было как бы... Уж если что-то пробовать, да, какой-то такой неоновый яркий тренд, то не хочется тратить на это много денег. За, грубо говоря, 30 рублей. И опять же, качество у Milani достаточно хорошее, продуктов их для губ. Я думаю, что очень даже удачная покупка. В Таргете на клиренсе от Искала Must Have очень-очень многих любительниц косметики. Это тушь от CoverGirl Mega Volume. Я долго пыталась понять, какая же из вот этих тушей, этих бочонков, является самой лучшей, потому что у них какой-то миллион вариаций. Я пыталась вспомнить в обзорах, про какую именно тушь они говорили, что она вот типа вот классика, неизменная классика. И если я правильно помню, это была именно оранжевая тушь. И я купила себе вот такую упаковку. Она, в принципе, уже стоила значительно дешевле, чем две туши по отдельности. Плюс, к тому же, она еще была на скидке. Я подумала, что я, наверное, одну оставлю себе. А вторую, вы понимаете, скорее всего, кто-то получит в giveaway. Далее, это тоже, наверное, продукт, который, возможно, ну, если мама не отберет, возможно, включу в giveaway. Это вот такой консилер под глаза, жидкий. У меня есть такая уже бутылочка консилера, мне он безумно нравится. Он вот такой мягкий, можно выдавливать из него средства. Единственное, что иногда бывает проблемно, что если вы его держите вот так колпачком вниз, то средство затекает, и как только вы снимаете колпачок, может немножко вытекать. Но, по большому счету, это обалденный консилер именно под глаза. И зачастую я его использую не только как консилер под глаза. Видите, он такой светлый бежевый цвет. Он очень жидкий, но он великолепно высвечивает и закрашивает. Именно поэтому я стала им пользоваться как кремовым хайлайтером. У него нет ни блесток, ни шиммера, ни влажного блеска. Но он именно дает такое очень деликатное высветление определенным областям кожи, на которую вы его наносите. Так, что это было? Кожа! 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 Так, я прошу прощения, меня атаковала божья коровка. Не знаю, как она здесь оказалась. Засланная, наверное, шпионка. Кожа! Кругом же они в ранге, господи, боже мой. Продолжаем разговор. Итак, наношу я его как кремовый хайлайтер, то есть использую для высветления области под глазами и на скулы, и на нос, и немножко на подбородок, поскольку он выполняет двойную функцию. Он искрывает недостатки, допустим, если у меня какие-то там несовершенства на подбородке или там на носу, не знаю. И при этом он высвечивает эту область очень-очень деликатно. Не знаю, вот здесь вот видно или нет. Безумно мне нравится этот консиль. Безумно. Но дело в том, кстати, я вам сказала, нет, он от компании Physicians Formula. Проблема моя с этой компанией в том, что у них очень-очень завышенные цены. Несмотря на то, что они продаются в аптеках и вроде как позиционируются как масс-маркет, средняя цена продукта от Physicians Formula это приблизительно 12 долларов. Ну то есть, ну не знаю, 12, добавьте еще 4 доллара, вы можете что-то купить в магазине MAC, по крайней мере в Соединенных Штатах. То есть, средняя помада, по-моему, стоит или тени 16 долларов. То есть, не очень мне это нравится, но я должна признать, что есть у компании Physicians Formula действительно очень хорошие продукты. И вот этот один из них для меня, с моими безумно глубокими впадинами, просто рвами под глазами, вот это вот совершенно незаменимая вещь после корректора. Поэтому купила я себе на скидке аж целых три. Один в желтом цвете, надо вот попробовать, посмотрим. Вообще желтый цвет должен комментировать синеву. Вот я хочу как раз посмотреть, будет ли он скрывать венки, вообще как это пойдет. И купила себе два вот таких, которые у меня уже есть. Это цвет 2726 Fairlight. Я думаю, что один из них, если не захочет моя мама, то я разыграю в Giveaway. Потому что я действительно, я вот этот продукт просто обожаю. И я могу за него ручаться, что если вам нужен хороший какой-то высветлитель или консилер высветляющий, то вот это классная вещь, реально классная вещь. Купила я себе вот на пробу вот такое ароматизированное масло под названием Ocean. Компания называется Carol's Daughter. Есть у меня одна смешная история, связанная с этой компанией. Вообще компания Carol's Daughter, если я правильно понимаю, насколько я спрашивала у одной своей темнохожей подруги, они позиционируются как средство по уходу за кожей и волосами для девушек именно африканского происхождения. Потому что у них совершенно специфическая структура волос, у них немножко бывают другие нужды для ухода за кожей. И один раз я купила какое-то себе масло для волос в полную цену, даже не купоны, никакую распродажу не подождала. Ну вот хотелось мне, какое-то масло для волос купила. Я вообще не поняла, что с этим делать. Долго мучилась, но было такое вязкое, такое жирное и тяжелое, что мои тоненькие, маленькие, худенькие волосы просто вообще не воспринимали этот продукт. В итоге я показала его своей подруге, она говорит, ну дорогая моя, тебе зачем, господи? Это для женщин, которые пользуются там химическими выпрямлителями, то есть знаете, там какая-то жесткая химия для того, чтобы выпрямить волосы, чтобы не было вот этой вот мелкой-мелкой африканской волны. То есть там страшные вообще вещи девушкам приходится делать для того, чтобы получить вот такие красивые локоны. И большинство, кто не выпрямляет волосы, они их наращивают, то есть по сути коротко-коротко стрижется, остригается голова, на нее накладывается сетка и на сетку вплетаются купленные, скажем так, купленные прямые волосы. В общем, очень, не знаю, как послушаешь, я действительно прониклась с такой скорбью, уважением к девушкам, скажем так, с африканскими корнями, я даже не знаю, как это назвать. Потому что, ну реально, насколько им тяжело с волосами, это просто не передать. Это вообще ничто, никакие мои проблемы не ведут, вообще не идут ни в какое сравнение. Но тем не менее, масло я просто ей отдала. Я купила себе вот такое масло для тела, в частности, потому что я вам показывала в покупках из Сифоры, вот это вот божественное масло от Кодали, которое было совсем не божественным, оно, у него была очень сильная парфюмерная цветочная отдушка, и плюс к тому, когда я его носила на коже, оно полностью не адсорбировалось, то есть оно вот как-то частично вроде бы впитывалось, но оно все равно чувствовалось на коже. В итоге я его вернула. Но, слава богу, я не опоздала с возвратом, потому что есть определенный такой период, в который можно вернуть покупку, после этого уже нельзя. И я подумала, что может быть, может быть, все-таки масла для лица и тела это не так плохо. Знаете, говорится, вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить. Я тоже думала, может быть, я просто не умею выбирать масла, может, все дело в этом. И я вот соблазнилась на такое масло, тем более так было тепло, душевно оно описано. Вы только послушайте. Сейчас я вам приду. Океан – это идеальный микс свежести и сладости. Он чист и способствует релаксации с небольшим тоном сладости. Сердце этого аромата – это водяная линия, лилия, лаванда и блюмарин. Он настолько оригинален и настолько тяжело найти, я думаю, про блюмарин идет речь, и настолько его тяжело найти в природе. К тому же, эти цветы были любимыми цветами моей мамы. Мама вспомнила. Она никогда не уставала от этого очень особенного и очень выразительного аромата. Успокаивающий эффект океана, то есть океана в смысле уже про продукты идет речь, успокаивающий эффект океана. Я даже пытаюсь подобрать правильный перевод для этого. Он утешит вашу душу и усладит ваше тело. Боже мой, душу умножить! Какое средство! Боже мой, от всех бед спасает! И от несчастной любви, видимо, тоже. В общем, тут еще дальше целый абзац. Но вы представляете, аж про маму вспомнили. Это был любимый аромат моей мамы. Думаю, надо брать. Все-таки. Мамы, любимый аромат был для кого-то. Ой, господи, смех и грех, ей-богу. Ну, не важно. Аромат мне, на самом деле, понравился. Давайте я немножко нанесу. Такой распылитель. Масло очень, не в пример тому масло от Кадали, очень интересно пахнет. Оно даже пахнет как... Почему, не знаю, но чем-то напоминает мне аромат и смесь. С одной стороны, он такой какой-то влажный и дышащий, и поэтому мне напоминает не саденила от Кермес. А с другой стороны, в нем есть такая вот соль. Не знаю. Почему? Может быть, это у меня уже влияет на звание, но почему-то я чувствую, что здесь какой-то такой соленый, пряный запах. И это мне напоминает лагуну от Сальвадора Дали. Удивительно. В общем, очень мне нравится этот аромат. Масло это впитывается достаточно хорошо. Опять же, не могу сказать, что оно прямо вот, как знаете, проникает в мою кожу и исчезает, как иногда бывает в суфле для тела. Нет. Все-таки какое-то время нужно для того, чтобы оно полностью впиталось, но при этом оно оставляет такое красивое свечение кожи. То есть это не блестки, это просто сам эффект такого некого увлажнения. Оно реально очень интересно пахнет, действительно, как какие-то духи, достаточно дорогостоящие. То есть нет никакой, нет в этом запахе никакой мыльности, никакой фруктовости или какой-то такой банальной цветочности. Он действительно достаточно необычный. Очень мне понравилось это масло. Не жалею, что его купила. Если я не ошибаюсь, в магазинах TJ Maxx и Marshalls можно найти то ли на 40% скидка, то ли 50%. Что-то вроде за... Вот боюсь оврать. То ли 6, то ли 10 долларов можно купить вот такую бутыль. Но ее хватит действительно надолго. Субтитры создавал DimaTorzok